С одной стороны из-за сутулости торчит живот, с другой стороны торчащий живот усугубляет сутулость. Конечно же мы исключаем батут, верховую езду, подпрыгивание и так далее. Наши девушки отмечают, что у них есть улучшение при диастазе. Сколиоз, сутулость, за счет этого выпячивается живот, идти на марафон. С одной стороны из-за сутулости торчит живот, с другой стороны торчащий живот усугубляет сутулость. И нужно здесь, как сказать, подходить с обеих сторон. Мы и поднимаем внутренние органы, и обращаемся к остеопату, чтобы он выправил осанку. И то, и другое важно. И одно другое не заменяет. Диету соблюдать не нужно, это не марафон похудения. Совсем другое. Можно ли сочетать с другими упражнениями? Конечно, да, если эти упражнения не ведут к повышению внутриверсного давления. И не сопровождаются потенциальным риском опущения внутренних органов. Конечно же, мы исключаем батут, верховую езду, подпрыгивание и так далее. Подъем тяжестей однозначно исключен. Что вам сказать про варикоз? Варикоз очень часто встречается, поскольку очень часто встречается опущение органов. Я объяснял, что внутренние органы давят на сосуды, кровь застаивается в нижней части тела, вены разбухают, растягиваются, образуются узлы. И операция здесь не спасает, потому что операция не восстанавливает положение внутренних органов. Операция воздействует непосредственно на вены, а также точно давление их сверху растягивает. Так что мы сначала подтягиваем органы, варикоз прекращает прогрессировать. Если есть необходимость в косметической операции, вы можете ее выполнить, и у нее будет хороший исход. При этом вы продолжаете подъем внутренних органов. И подчеркну, что всегда грубые случаи опущения, всегда грубые случаи варикоза происходят на фоне дисплазии соединительной ткани, слабости соединительной ткани. Поэтому нужно принимать Витамин Д, а лучше всего обратиться к эндокринологу. Куда делать массаж при депрессии? По моему опыту, по опыту литературы научной, депрессия развивается зачастую на фоне перенесенных ранее травм черепа. Ухудшается кровообращение в мозге, и при этом он не может синтезировать правильные гормоны. Так что вам нужен обязательно остеопат, чтобы с этим справляться, и наше лечение дает эффект улучшения настроения. Камни в желчном не являются противопоказанием для марафона. Можно ли выбрать недержание мочи при чихании? Все случаи недержания мочи мы убираем подъемом органов, укреплением мышц тазового дна и приемом препаратов, которые укрепляют соединительную ткань. Когда придет пород для входов, все доступы приходят в день начала марафона. Во время месяцев упражнений выполнять я не рекомендую, потому что вам и так не очень-то сладко. А если еще в это время упражнений выполнять, то вы в состоянии свое утяжеляете. В те дни, когда выделения более обильные, в эти дни мы делаем паузу в упражнениях. Сколько по времени в день занимаемся? Начинаем с 3-5 минут, доводим постепенно до 7-10-15 минут в день. Максимум 15. Можно ли на курс при вправляемой пупочной грыже? Если она не склонна к ущемлению, то можно. Можно ли делать вакуум? Вакуум можно делать? Да. Противопоказаний нет. Нужно понимать, что это упражнение для массажа внутренних органов, но не для их подъема. Органы от вакуума не поднимаются. За сколько можно убрать диастаз? Диастаз мы убрать не можем, потому что у нас растянута садительная ткань. Вот растянутая вот эта вот, скажем так, плотная вот эта вот перемычка между прямыми мышцами живота. Она растянута. И она так не соберется, ее невозможно закачать. Мы можем только убрать давление внутренних органов изнутри на эту растянутую перемычку. И укрепив мышцы, способствовать тому, что немножечко закроется промежуток этот. Все остальное это уже к хирургу. Но наши девушки отмечают, что у них есть улучшение при диастазе. Самое главное, исключить те упражнения, которые противопоказаны при диастазе. Обычно стараются закачать пресс, делать планку и так далее. А это как раз противопоказано. При синдроме поликистоза хищников на марафон можно. После операции на брюшной полости можно. После любых. После родов и кесарева через полтора-два месяца. Пожалуйста, приходите, девушки. Можете болеть низ живота из-за опущения органов. Да, есть такая возможность. Через 4 месяца после кесарева можно на марафон. Болит поясница. Тянет давно. Что можно сделать? При болях в пояснице, в хрисце, в копчике. В 99% была травма копчика. Нужен, конечно же, остеопат. И, конечно, нужно поднимать внутренние органы. В Краснодаре, посоветую остеопата, это Ольга Андреевна Радченко. Ольга Андреевна Радченко. В интернете найдете ее телефон. Моя наставница. Рекомендации по питанию мы будем давать. У нас проводят уроки нутрициолог. Как узнать, есть ли опущение органов, вы можете посмотреть в ленте. Я очень подробно писал о том, какие есть признаки опущения. Прежде всего, торчащий живот. Ну и признаки застоя в нижней части тела. Отеки ног, варикоз, варикозное расширение вен малого таза, геморрой, обильные месячные. Значит, кто уже проходил курс, может купить со скидкой. Вы обратитесь, пожалуйста, в Директ. Девочка 4.8, полный набор упражнений делать или как-то адаптировать. В общем-то, можете делать, что она сможет, то сделать, что не сможет, то не сделает. Ребенок, чуть-чуть такой маленький, это для него будет больше игра и больше контакт с вами, такой игровой. При гастроэзофагиальном рефлюксе можно, можно на марафон. Через полтора месяца после родов можно идти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова